Продолжение следует... ...проводится в рамках уголовного дела о хищении активов нефтяной компании. Зоя Светова, обозреватель издания New Times, сотрудничает с проектом Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Обыск в ее квартире в Москве продолжался сегодня 6 часов. В квартиру пришли около 10 оперативников. Они перекачали данные всех электронных носителей, проверили книги и документы. У дома Световой по-прежнему дежурят журналисты, правозащитники и друзья. Ее коллеги называют обыск политическим давлением и попыткой запугивания. В конце 2015 года следователи обыскали квартиры как минимум 10 членов «Открытой России». Наш корреспондент Наталья Давлетзианова находится на месте событий. Следственные действия связаны с делом Юкоса и Михаила Ходорковского. Оно было возбуждено еще в 2003 году по факту хищения государственных средств. По версии следователей, в квартире Световой могут быть документы, которые доказывают, что ее правозащитная деятельность финансировалась из похищенных средств. Друзья и коллеги Зои Световой, деширившие под дверью, днем передали продукты для правозащитницы и ее родственников. Активистка другой России Таисия Осипова вышла на свободу. Она провела в колонии 5 лет и освободилась по УДО. Осипова осудили по делу о незаконном обороте наркотиков. Активистка вину отрицает, утверждает, что наркотики в ее квартиру подбросили оперативники. По словам Осиповой, дело было сфабриковано, чтобы оказать давление на ее мужа, одного из лидеров другой России. Движение «Мемориал» признал активистку политзаключенной. Четыре года назад адвокаты Осиповой обратились в ЕСПЧ с жалобой на приговор. Но суд в Страсбурге еще не вынес решение по этому делу. Минюст Украины зарегистрировал партию Михаила Саакашвили. Она называется «Рух новых сил», что переводится как «Движение новых сил». В своем фейсбуке Саакашвили написал, что партия уже открыла офисы в Одессе, Киеве и других городах. Ранее он говорил, что его цель – это смена режима на Украине и досрочные парламентские выборы в сжатые сроки. Михаил Саакашвили был губернатором Одесской области с мая 2015 года. Он ушел в отставку четыре месяца назад из-за несогласия с политикой президента Украины Петра Порошенко. Президент США Дональд Трамп выступит сегодня с ключевой речью перед Конгрессом, в то время как его администрация не может остановить процесс утечек информации. Почти все, что происходит в Белом доме, попадает в средства массовой информации. В сегодняшнем интервью телеканала Fox News Трамп обвинил в этом своего предшественника, Барака Обаму. Трамп не предоставил никаких доказательств, а сам Обама также пока это заявление никак не прокомментировал. Я думаю, что за этим стоит Барак Обама, потому что его люди точно за этим стоят. И какие-то утечки, скорее всего, произошли именно от этой группы людей. Это очень серьезные утечки, они вредят нашей национальной безопасности. Но я также понимаю, что это политика. И то, что он за этим стоит, это тоже политика. И, скорее всего, это будет продолжаться. На карнавале Рио-де-Жанейро рухнула платформа. Это уже второй инцидент за последние несколько дней. Верхняя часть платформы движущейся конструкции обвалилась на людей, которые находились уровнем ниже. Пострадали по меньшей мере 12 человек. Парад приостановили на полчаса, чтобы оказать помощь всем пострадавшим. Но затем фестиваль возобновили. Полиция сейчас расследует причину происшествия. Позавчера, напомню, на карнавале в Рио в толпу зрителей врезалась огромная платформа с танцорами. Тогда были ранены более 20 человек. Двух космических туристов отправят к Луне в конце следующего года. Об этом заявил основатель частной компании SpaceX Илон Маск. По его словам, такие экспедиции станут для фирмы источником дохода. Маск уже нашел двух пассажиров, готовых заплатить за полет к Луне. Их подготовка начнется в этом году. Управлять космическим кораблем туристам не придется. Пилотированием займутся компьютеры. Это все на сегодня. С вами был Егор Максимов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok This is Radio...